Я рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы остаетесь с нами. Сегодня я не один, я предоставлю специального гостя. Верю, знаю и вижу, что вы будете благословенны. Благословенны, кстати, сделайте звонок вашим родным или близким. Скажите, будет интересная программа. Все наши программы, они несут в себе что-то особое. И интерес наших программ вызван тем, с вашей стороны, что мы открываем те истины, говорим о тех откровениях, через которые очень часто, в основном, каждый из нас проходит. То есть мы проходим через какие-то особые Богу ведомые пути, и, так сказать, мы делимся с вами опытом, теми переживаниями, радостями, откровениями. И верю, что это служит благословением. Очень многим для вас, получая ваши отзывы, вашу реакцию, друзья, мы благодарны тем именно, что вы реагируете. И благодарите Господа за наше скромное служение, что оно служит таким благословением для вас. Спасибо вам огромное. С нами сегодня в эфире Наташа Арти. Наташа, приветствую. Я вас тоже приветствую. Весьма рады. Благословение. Я некую такую интригу я сразу озвучу, для того, чтобы наши зрители знали, что у нас за встреча. Твоя встреча с нашими зрителями не первая. Да, это второй раз. Это было второй раз. В Сеатле как раз на конференции ты имела слово. И, кстати, я в одной из наших программ, я говорил, что будем молиться. После того, как ты свидетельствовала, я говорил о том, что будем молиться, что Наташа Господу будет угодно, и Наташа будет с нами в прямом эфире снова. Уже не в Сеатле, а здесь, в престольном граде Сакрамента. Поэтому Господь услышал наши молитвы. Итак, это книга «Цена недосягаемой скалы» в авторстве Наталии Артик. Это ты являешься автором. Я возьму выдержку из этой книги. Однажды мне позвонил мой брат и сказал, что видел сон, будто я ушла на небо. Я еще не успел опомниться от этого разговора, как через совсем короткое время мне позвонила мама и спросила, чем я так озабочена. Я ей сказала, что меня очень беспокоит сон бабушки. Бабушка уже старенькая, ей уже сто лет, скоро исполнится, а я должна умереть раньше нее. Все. Бабушке был сон, и она в этот сон озвучила тебе, что ты раньше умрешь своей бабушке. И когда мама позвонила и задала тебе вопрос, чем ты обеспокоена, ты сказала, что у тебя есть мысли о том, что страх или не страх, или переживание такого плана, что тебе придется рано умереть. Даже раньше, в столетней бабушке получается. Вдруг, и вот, Наташа, то, что когда я читал эту книгу, твою книгу, то, что настолько в хорошем смысле это слово, мы применяем зачастую это слово, настолько оно поразило меня, ну, в хорошем смысле это слово, настолько оно впечатлило ответ твоей мамы. Вдруг мама твердо сказала мне то, что повернуло всю мою жизнь. И она сказала следующее. «Я, как мать, имею право сейчас прийти к престолу Божьему и совершить заступническую молитву. Как мать, я имею право разрушить все твои смущения и прямо сейчас помолюсь за тебя. Ты больше никогда не будешь думать об этом и уйдешь из этой жизни только тогда, когда исполнишь все, что должна сделать на земле, все, для чего Бог тебя создал. И пусть никогда больше враг не смущает твое сердце, не тревожит твою душу. «Живи и живи для славы Божьей». В тот момент я ехал в машине, и мама сказала, что совершить молитву прямо сейчас и больше не позволит дьяволу смущать мое сердце. Она совершила эту молитву, которая изменила всю мою жизнь. Нет, это не была молитва типа «Господи, сохрани, помоги, помилуй». Это была молитва веры, это была молитва власти, заступничества. «Мама стала в проломе за меня и мою жизнь». Это была молитва, которая открыла небо, и небо не могло ее не услышать. Я хочу пожелать каждой матери научиться молиться за своих детей, так и еще даже сильнее. Я каждому человеку на земле желаю пожелать, чтобы их матери так молились за них. Так, вот то, что тронуло меня. В этой книге ты делишься своими переживаниями, своими откровениями. И я, прочитав книгу, понял, что книга не переписана с чьей-то переживаний. То есть она не была написана в соавторстве. То есть это лично твое, и это трогай. Итак, Наташа, во-первых, по книге. Чем было вызвано желание поделиться, положить это на перо, затем издать, а это же дорогое удовольствие. Чем это было вызвано? Ну, в моей жизни это действительно уроки, которые даны были Богом для меня в этой книге. И люди часто мне говорили, запиши, запиши, запиши. Но я не люблю писать. И я признаюсь, я не люблю писать. Эта книга, это есть действительно Дух Святой. И только Дух Святой. Это его полная работа. А как бы подтолкнул меня Господь к этому? Я была в церкви, обычное воскресенье, мы с мужем сидели в церкви, и пастырь вел проповедь о том, как писалась Библия. Как сложно она записывалась, как долго она записывалась. Как в то время не было всей этой технологии, которая у нас. И мы сидели с ним на балконе, почти чуть ли не на заднем ряду, ну, может быть, не на заднем, но все равно. И Дух Святой в тот момент проговорил ко мне, а ты со всей технологией сегодня ленишься записать то, что тебе дает Дух Святой. То, чему тебя учит Господь. И мне, я признаюсь, мне стало очень стыдно. Я сразу же пошла домой, в тот день начала писать эту книгу. И вот уже сколько лет, когда она вышла, то много слышу отзывов, как она помогает людям, потому что это пережитие. Это непридуманное. И это действительно дано Духом Святым. Все, что от Духа Святого, оно написано, рожденное от Бога, оно побеждает мир. И если оно рождено в недре твоего Духа, в твоем сердце, оно рождено в тебе, тогда оно обязательно препятствие. Даже если эта книга рождена Богом, как ты верно подмечаешься, она преодолеет любые препятствия. Аминь. Потому что через эту книгу у Господа была и есть цель. Наташа, я делился до эфира с тобой о том, что за короткое время мы получили сотни писем, буквально за прошлый день, писем и звонков. Потому что меня некоторое время не было, несколько дней в Сакраменто. И практически в Каарах очень многих, ну 90%, когда люди просят молиться, поддержать в молитве. Матеря просят за детей, потом матеря просят за мужей, то есть жены за мужей, за родителей. То есть физические болезни, физические трудности, очень много дьявольских, просто какие-то дьявольские, сатанинские твердыни, атаки. То есть я глубоко верю. И, кстати, друзья, сейчас вы время эфира не звоните, потому что мы в прямом эфире, но можете позвонить в наш офис. Я так понимаю, тем из вас, которые позвонят первой тысяче, то есть у нас, наверное, около тысячи может быть таких книг, да? Да, друзья, за любое... Может быть, не сразу. Не сразу, да, но тысячу звонков мы получим, и тысячу из вас вы получите эту книгу за любое ваше благословенное пожертвование. Спасибо, Наташа, это для служения импакта. Это, то есть огромное спасибо за... То есть это действительно будет поддержка для нас. Поэтому, друзья, цена недосягаемой скалы это... То есть мы как раз и говорим относительно, чем было вызвано и те духовные твои переживания, Наташа. И что интересно... Кстати, так, я здесь закладывал. Смотрите. Мама также рассказывала. Мама не сразу научилась так молиться, и ты об этом пишешь. Как и у каждой матери, причем имеющей семеро детей, у вас было семеро в семье, у нее были свои проблемы. Помню, как-то она пришла в церковь, и когда молилась за нужды, попросила помолиться и за ее детей. Это то, что делают сегодня тысячи, десятки тысяч из вас. То есть это нормально. То есть, ну, в церкви или записки шлют, или просят. Позже мне мама рассказала, что после служения к ней подошла одна женщина и сказала. Помни, за твоих детей никто и никогда не помолится так, как помолишься ты. Церковь может молиться, и она имеет силу. Но твоим детям нужны твои молитвы, потому что ты их мать. Аминь. Да, это сильно. Благодаря маме, благодаря ее молитвам, во-первых, я здесь. Если бы не ее молитва в тот момент, то, возможно, меня бы уже давно не было. Бабушки уже, наверное, лет 10 нет, я сейчас не могу вспомнить точно. Вот. И еще хочу поделиться секретом, так сказать, своим личным опытом с телезрителями или партнерами вашими. Молитва имеет огромную силу. И почему я приехала сюда? Да, потому что Господь мне дает новые откровения, я их постоянно ищу, я постоянно в этом пребываю. Но расскажу такой свой личный секрет. Мой муж очень сильно боится моих молитв. Если я что-то у него прошу, он как-то с годами уже выучил, я могу спросить один раз, но самое больше два раза. Если я знаю, что это от Бога, и мне это нужно получить, а он мне говорит, нет, как любой муж, правильно, муж, глава, жене, то он мне очень часто говорит, говорит, не надо, я лучше так тебе дам, я лучше тебя пущу там на Украину, туда-сюда, но только потому что он знает силу молитвы. Он знает силу молитвы. И мне очень часто приходят в основном женщины, сестры, подруги, знакомые, очень часто говорят о своих проблемах в семьях. Я всегда говорю, молись, не ходи, не рассказывай, потому что практика показывает о том, если мы говорим плохо о своем муже, мы этим самым проклинаем его. Но когда мы молимся и приходим к Отцу, Господь решает нашу проблему, мы говорим, Отец, поговори с ним. И Господь сильно отвечает на молитвы. И поэтому, почему я здесь, Господь мне дал откровение, я хочу заметить, что это мое личное откровение, я не открываю новую теорию или доктрины, или богословство. Нет, я туда не лезу, это просто моя практика. И как все это началось, много лет назад, это действительно было лет, может, 15 назад, меня просто посетила простая мысль. Мне Господь, как-то легла мысль мне на сердце, и вот такой был вопрос. Если бы Господь сейчас спросил у тебя, один ответ Он тебе даст, что бы ты выбрала из всего этого? Это настолько пришло неожиданно, это настолько было для меня случайно, мне очень даже тяжело было выбрать, но вот что бы я сегодня могла попросить у Бога? И одно только. Одно. Ну, это просто была мысль, я не слышала там ни голос никакой с неба или что-то, просто пришла мысль, но она меня очень заинтриговала. Я очень хотела, как бы, что бы я действительно выбрала? Если вот сейчас Иисус стал бы передо мной, что бы я выбрала? И вдруг у меня пришло вот такое вот желание мое, и я сказала, Господи, если бы действительно у меня была такая возможность, я бы выбрала, чтобы всех тех людей, которые встречались в моей жизни, то ли либо это мои родственники, то ли просто друзья, то ли я с кем-то в школе училась, то ли просто кто-то мимо проходил, но он оставил отпечаток в моей жизни, я бы очень хотела, чтобы все эти люди получили спасение. И просто я так подумала, да, но вот как здесь пишу я в главе, что у американцев есть такая пословица, будь осторожен в своих мечтах, так вот получилось и со мной. Я не сразу это поняла, но я сразу стала замечать, что со временем очень часто Господь мне ложит людей на память, приводит вот молиться за них, и уже потом, как бы позже я узнавала, это вот был день ихнего ухода из жизни. Или люди были при смерти, тяжело больные. В общем, в разных ситуациях Господь мне посылал молиться за людей. И иногда я понимала, иногда я молилась, иногда как бы получала ответ, иногда я пропускала. У меня один момент такой был, мне несколько ночей подряд Дух Святой не давал покоя, и я понимала, что что-то серьезное, но я не знала, о чем молиться. И это было о моем бывшем боссе, у которого я работала несколько лет. И когда я не обратила как бы на это, ну как, я молилась, но не заступнической молитвой. И у него буквально через несколько дней ушел из жизни сын очень и очень рано. И это настолько меня потрясло, что я помню, еще мама тогда была живая, я говорю, мам, как я могла такое пропустить, ведь душа, скорее всего, что погибла, потому что у него была передозировка. И в тот момент мама меня как-то успокоила и говорит, что ты его уже не вернешь, но теперь с этого момента учись молиться за других. И вот с того момента я стала практиковать больше молиться за людей, если они мне приходят вдруг неожиданно. И в основном это были люди, которых я, может быть, не видела 20, 30 лет, 10, 15. То есть это не те были люди, которые в моей жизни. И не обязательно это те люди, которые обращались к тебе с вопросами помощи в молитвах, я так понимаю. Да, да, это были, это могли просто быть люди, кто-то со школы или кто-то с работы бывшей, или с кем-то где-то когда-то я познакомилась, с кем-то где-то... Ты знаешь, Наташа, что это от Духа Святого? Аминь. Сто процентов. Это сто процентов от Духа Святого, потому что не всем, я же в служении уже не один десяток лет, не всем, не каждому из нас Господь ложит на сердце и так ярко ложит, называя имена, приводя на память какие-то моменты где-то, которые давали нам возможность пересекаться с этим человеком в прошлом. Не каждому. Поэтому это состояние ходатайственной молитвы, то есть это настолько блаженное состояние, когда Господь ложит в своем уделе кого-то спасти, но человек-то нужен ему. Да, и завтра мы остановимся на этом как-то подробнее, у нас будет другая тема. Будет интересная тема, кстати, у нас. Да. Почему с сегодняшней темой я делюсь? Потому что я знаю очень много людей, которые не получают ответы на молитвы. И это очень большая боль людей. Это не значит, что посмотрев эту передачу, люди скажут, я теперь знаю, как получить ответ на молитву. Но я делюсь опытом то, что открыл мне Господь. И вот во время вот этих вот несколько лет мне приходили многие разные люди. И почему это так сильно меня зацепило? Потому что много лет назад я начала практиковать посты. Я смотрю передачу Дженсона Фрэнклина, которого вы крутите на русском языке, и он очень сильно делает большое ударение на посты. И я не постилась именно за того человека или за другого. Я это делала для своей семьи, для своего, как бы сказать, духовного роста. И Бог меня очень много молчил через это. Очень много. И вот во время из вот таких вот молитв, постов, мне приходила на память одна семья. Почему она меня зацепила? Я как-то знала их какой-то промежуток времени. Но в этом доме было наложено очень сильное проклятие. Я бы сказала, даже очень жестокое проклятие. И проклятие было, в принципе, из-за наследства, из-за чепухи, так сказать. Ну, не такого что-то важное, чтобы настолько сделать проклятие на всю семью. В этом доме ушли с жизни отец очень рано, где-то лет сорок, это еще до того, как я их знала. Мать очень рано умерла, дети один за одним умирали очень рано. И завтра мы будем говорить за мать об этом доме. Но когда уже оставался последний человек в этом доме, Дух Святой мне постоянно заставлял, так сказать, молиться за эту душу. И у меня, в принципе, своя жизнь, свои заботы, бизнес, дела. Я не могу сказать, что я могу помнить каждый день. Но это было настолько серьезно, что если я среди дня забывала, среди ночи меня Дух Святой подымал и напоминал молиться об этом. Об этом человеке. Об этом человеке. И так вот прошло 9 лет. И каждый раз, когда я постилась за себя, за свой дом, я постилась за эту душу. И все время я вспоминала это место из Писания, где было, ну, мы верующие много знаем, что когда ученики не могли изгнать, освободить, то Иисус сказал, этот род изгоняется только постом и молитвой. И вот, может быть, если бы я поискала в тот момент ответа от Бога, может быть, я получила бы какое-то другое, но я настолько была уверена, что вот именно проклятие это может остановиться постом и молитвой. И так шли годы, шло время, и вдруг я, в принципе, уже связи никакой не имела. И вдруг я узнаю, что последний член этой семьи умеряет так же само преждевременно, как и все остальные. Это настолько меня шокировало. Почему? Потому что даже, может быть, могу сравнить с таким вот примером, что вот представь, если ты кормишь ребенка несколько лет подряд, и это дитё умирает, да? Ну, в моей ситуации это были молитвы, я не кормила физически. И это настолько меня зацепило, как? Как? Мои посты, мои молитвы. А посты у меня были не 2-3 дня, это были 20-дневные, это были длительные посты. Я провозглашала, я молилась, и я была уверена, что Господь ответит. Если Он мне показал молиться, значит, я должна получить ответ, правильно? Ну, вот я так считаю. А по жизни я такой человек, что если я что-то начинаю, я его должна довести до конца. Я, ну, очень редко, чтобы это, если у меня какие-то другие указания, а так, если я начала дело, я его должна довести до конца. Это для меня, ну, сильно. И вот когда я узнала, что все мои молитвы, ну, практически на моё понятие, были напрасными, это меня очень сильно зацепило. Очень. И я стала искать Бога. Что самое удивительное, конечно, на тот момент я не понимала этого, но Господь складывал пазл, да, вот как американцы складывают. Он всё это собирал воедино, но я ещё не понимала этого. И как раз приближался День Благодарения в Америке, все празднуют. Но я настолько была огорчена, что я столько лет молилась, и так сказать, напрасно. Безрезультатно. Безрезультатно. И здесь начинается День Благодарения уже с самого преддверия. Я должна признаться, это было настолько сильно для меня тяжело. То есть повлияло на тебя конкретно. Конкретно. А почему так? Не думаешь ли ты, что эту тяжбу о душах и судьбах, это же Дух Святой даёт? Это Дух Святой даёт. Если бы поплати, оно тебе, как мы говорим, сто лет не надо. Поплати, ты занимаешься своим бизнесом, у тебя свои заботы семейные, занимаешься какими-то, может, своими филантропическими делами. Тебе есть чем заниматься. Действительно, что есть чем. И мне казалось, что это только Духа Святого. Это только Духа Святого. И причём я уверена была, что это указание Духа Святого. Вдруг я получаю провал. Это, ну, в самом настоящем смысле. И хотя мне есть за что Бога благодарить, в моей жизни мне есть за что благодарить Бога. Когда я слушал у людей проблемы, то, ну, мне вообще рот нельзя открывать, да? Но приближался праздник благодарения. И опять-таки хочу это подчеркнуть. Это было дано для того, чтобы поделиться с людьми, чтобы помочь народу. Потому что, когда я искала Бога, Бог так и сказал. Хочу помочь народу моему. Для меня это было так удивительно. Думаю, ну, как моя, как бы сказать, волна может помочь народу. Но Господь всё собирал. И приближался день благодарения. Я настолько была этим огорчена, что я даже... Мне было тяжело славить Бога. Я слезами заливалась. Я плакала, я рыдала. Я говорила, Господь, я должна Тебя славить. Мне есть за что Тебя славить? Но я не могу. Мне очень больно. Люди умерли без результатов, без ответов. Да, мне это очень больно. И в этот момент мне пришла на память песня Стив Брак, американский. Он пел эту песню. И действительно, он её пел от сердца, от души, потому что у него был сын, трагедия с сыном. И он раньше времени ушёл. И ему было тяжело славить Бога. Но через эту песню он снова и снова славил Бога. Он говорил, что дьявол не восторжествует в моей жизни. То там такие слова. Когда ты находишься в борьбе, которая разбивает вдребезги все твои мечты, и твоя надежда безжалостно разрушена, с сатанинским продуманным планом, а внутри себя ты чувствуешь желание сдаться в плен земным грехам, не позволяй, чтобы вера, в которой ты стоишь, угасла. Славь Господа! Он может работать с теми, кто славит Бога. Славь Господа! Ибо наш Господь обитает среди славословия. Славь Господа! И те цепи, которые, казалось, сковывают тебя, являются просто напоминанием того, что они бессильны. И упадут к твоим ногам, когда ты славишь Бога. Это в переводе на русский, это песня. Это я приблизительно перевели. И я скажу, что я прокручивала эту песню снова и снова и снова и снова. Мне казалось, это уже было до такой степени, пока уже мои кости не славили Бога, не только я. Мне тяжело было открыть мои уста, но я крутила эту песню вновь и вновь и вновь. И в этот момент мне попадает электронная открытка. На интернете просто кто-то где-то случайно, это было перед Днем Благодарения. И там написано было, что многие умеют славить Бога за розы в жизни. Но попробуй славить Бога за шипы. И в тот момент я поняла, что это действительно шипы. Хотя у меня роз очень много, но вот этот вот один, как сказать, шипы, да, они не давали мне просто подняться. И я понимала, что я должна славить Бога за шипы. И по жизни я как-то вот люблю не так, как все, да. Вот, ну, все это могут, ну, что, ну, все могут, да. А ты попробуй то, что не все могут. И поэтому в этот момент я, я, ну, признаюсь, я заливалась слезами, я просто слезы градом сыпались. И я, это, это настолько было тяжело. Почему я это говорю и подчеркиваю, потому что я знаю, что, что проходит сейчас на родине. Люди приходят, люди рассказывают свои проблемы. Попробуй славить Бога, когда у тебя сын наркоман. Попробуй славить Бога, когда твое дитё умирает. Попробуй славить Бога, когда у тебя двое детей больных от рака умирают. Попробуй славить Бога, когда у тебя финансовые проблемы, когда у тебя со здоровьем проблемы. Это очень тяжело. Но ты попробуй. попробуй воздать Богу славу, кто-то мне скажет ты бред, да? говоришь, потому что это нереально это нереальные вещи, но ты попробуй смотри, Наташа, здесь же ты я читал до эфира вот одно из тех последних откровений которые ты получила у тебя есть целый ряд их здесь ты говоришь, что когда ты говоришь о том, что мы можем славить Бога и в глубокой долине ты не говоришь, что совершить единожды молитву, Господи, слава тебе а потом мысли снова же в яме мысли слова в трагедии, да? ты говоришь, это как образе жизни, это процесс это не сиюминутное переживание вот точно так, как зрители, кто-то находится в серьезнейшем может, духовные катаклизмы, катастрофы что бы это ни было вот, и человек при слышании твоего совета один раз сказал, слава тебе, Господи за то, что я а потом отвернулся а здесь ворох мыслей что он в проблеме ты же о другом говоришь я говорю, вот буквально вчера я слушала передачу одного доктора она scientist, как-то на русский будет научное исследование производит и вот она делала очень много исследований в научном со стороны докторской научной а потом складывала это все в христианство в Библию Духом Святым ее Господь и знаешь, интересную вещь она сказала она говорит, ученые доказали если человек проведет каждый день семь минут всего лишь семь минут каждый день в молитве и прославлении Бога это, конечно, долго рассказывать если кому интересно посмотрите то в течение 21 дня их наш мозг сотворен так Богом для прославления для любви для всего только хорошего что наш мозг работает так если семь минут 21 день и умножить на три повторить три раза наш мозг настолько возобновится что наши негативные мысли будут нас покидать и будут позитивные мысли возобновлять наш мозг то есть что-то вырабатываете это настолько сильно когда люди молятся на наречии она объясняла я, конечно, далеко не доктор она объясняла что когда люди молятся на наречии а они делали исследование она говорит передняя часть мозга совершенно отключается как бы падает ну, как она говорит drop на английский отключается вниз и говорят ученые признали что когда люди молятся на наречии у них идет соединение духовного мира чего-то того что на земле не существует чего-то того что наш мозг не запрограммирован ты видишь и поэтому она говорит настолько важно молиться на наречии настолько важно прославлять Бога ну, я, конечно с того момента почему апостол Павел говорит буду молиться духом буду и буду петь духом то есть это потрясающе это потрясающе даже ученые дошли к тому что очень важно наречие как могут скептики сегодня или критики или те которые отвергают это как они могут взять на себя смелость противоречить и учеными и даже Библии да, это доказано апостол Павел говорит я желаю чтобы все говорили на языке и еще одну очень такую красивую мысль она сказала они говорят взяли этих нанс как монашек монашек они взяли исследование их монашки они постоянно молятся и когда они сделали исследование говорит ихний мозг настолько красивый настолько ну вот он как дерево расцветает видишь она говорит что ученые даже были просто потрясены этим насколько когда мы кормим свой мозг негативом наш мозг просто увядает там она объясняла это но когда мы славим Бога Бог нас до этого сотворил то она говорит тогда даже наш мозг а мне приходилось я была в случае когда парень умирал и мне врачи показали его мозг который уже был полностью практически ну мертвый и показали мозг который должен быть это настолько большая разница но я не доктор туда лезть не буду объяснять не буду и вот когда я славила Бога независимо от обстоятельств я плакала я рыдала но я закрывалась в комнате я просто славила Бога и во время это я как бы ситуация не исчезла она она все равно факт оставался фактом но настолько Господь работал со мной что оно уже во-первых мне не так больно было во-вторых я уже понимать стала что я чему-то должна из этого научиться и людям рассказать и в эти дни во время вот этого прославления я помню я ложилась один вечер спать и я сказала Господь я должна получить от тебя ответ что здесь произошло зачем мне Дух Святой столько лет ложил молиться за человека и здесь вдруг вот вся вот эта ситуация мое разбитое сердце моя боль мои слезы потому что практически я это все делала зря да и я помню тогда может быть кому-то это не понравится может быть кто-то меня не поймет но я настолько принимаю Бога реальным я настолько принимаю Его своим отцом и я прихожу к Нему потому что Он мой творец я не прихожу к Нему как большой Бог сидит где-то на троне далеко-далеко в небесах Он мой отец и я к Нему прихожу со своими радостями со своей болью со своими трудностями я иду к Богу и вот в тот вечер когда я ложилась спать я сказала Господь прости меня но я знаю я понимаю что не все нам здесь открыто на земле и есть вещи которые то что открыто открыто для нас что сокрыто это для Бога есть место в Библии я сейчас не буду его искать и я сказала отец я знаю что иногда ты говоришь просто нет но в этой ситуации я не приму нет за ответ я тебя умоляю прости мне мой творец мой отец я просто не приму нет и вот тогда я в духе почувствовала что он хочет дать мне ответ я просто почему-то подумала что я сейчас ляжу спать я засну и Бог во сне мне покажет сон как часто он мне делал показывал завтра мы об этом будем говорить но к моему величайшему удивлению я только положила голову на подушку и моментально Дух Святой проговорил в моем сердце и он сказал что если бы в твоих молитвах было прославление этого бы не произошло это настолько меня как сказать ударило это было настолько неожиданно что я сразу же попросила Духа Святого открыть в Библии где я написала в Библии ведь я выросла в церкви я всю жизнь слышала с самого детства сидела в церкви я слушала проповеди и я всегда слышала что этот род изгоняется только постом и молитвой то что я делала и вдруг мне Господь открывает что если бы в твоих молитвах было прославление этого бы не произошло и моментально даже в течение секунды мне Дух Святой сразу открывает место из Писания когда Иисус молился о Лазаре и Дух Святой мне просто напомнил что Иисус прежде чем сказать Лазаре выйди вон он сказал Господь я благодарю тебя Отец что ты услышал меня это настолько меня затронуло я подумала Иисус Сын Божий Творец Вселенной Господь и Он воздал славу Богу представь насколько мы должны славить Бога это настолько меня даже не видя результат даже не видя результат а Он прославляет Господа Он воздал Он предваряет то чудо которое должно насколько сильная и крепкая вера для этого да есть ли элемент веры в том что не видя то есть видя в Духе и верой невидимое мы уже прославляем Господа ведь Иисус мог спокойно сказать Лазаре выйди вон да зачем-то нужно было чтобы Он воздал славу Богу несомненно и я очень это было так неожиданно что мне Дух Святой сразу стал показывать мне моменты из жизни где ведь я всю жизнь знала о прославлении о силе прославления я это использовала Господь меня исцелил именно во время прославления я тогда мне было 20 лет в книге написано я в 20 лет была больна туберкулезом на легком был очаг и врачи ничего не могли сделать они только меня кололи лекарствами и это только хуже мне становилось и я пережила вот это вот присутствие Божие настолько сильно что тогда мне еще никто этому не учил но я настолько ощутила его близость что это это 100% Господь мне свидетель и я настолько вот славила Бога и вошла в его присутствие что мне было все равно исцелит меня Бог или нет представь себе мне 20 лет у меня такая болезнь от которой люди от меня шарахаются в стороны но когда приходит Иисус когда ты входишь в его присутствие земное плавится оно просто уходит из твоего если бы мы вот по жизни научились славить Бога не думая о наших проблемах а думать о его присутствии мне даже вот мысль такая пришла если бы Иисус сейчас предстал в физическом теле перед нами мы бы просили у него что-нибудь нет конечно мы бы упали наверное к его ногам аминь да аминь и вот Господь мне так вот стал одно за другим показывать что твое прославление произошло именно во время твоего исцеления произошло именно во время прославления потом мне Господь напомнил еще один момент очень важный который я пережила и хочу поделиться потому что это поможет другим тоже один раз я в одно утро проснулась почему я делюсь потому что Господь мне показывал это все но я не оценила его так пока я не получила поражение вот правда в жизни говорят когда теряешь тогда ценишь когда имеешь ты не ценишь Господь мне много раз показывал через прославление я получала в жизни чудеса не только в своей жизни но и видела в жизни других но я этому столько не предала я не оценила Наташа позволь я прерву тебя с тем чтобы внести небольшую поправку когда мы с тобой говорим когда в частности ты говоришь о прославлении ты совершенно не имеешь ввиду воскресное богослужение ты стоишь в рядах где-то там кто-то где-то поет группа прославлений кто-то поднял руку кто-то нет совершенно друзья я почувствовал в духе что я должен сделать вот такую остановку чуть-чуть углубись что ты имеешь ввиду потому что ряд из людей возможно они в недоумении говорит ли она или они говорят на на импакте относительно прославления воскресного когда вот группу выпустили на сцену о чем ты говоришь я говорю не о том прославлении вот у нас как-то последнее время пошло вот такого даже вот сравнения под музыку раскачиваться да я говорю о прославлении когда ты входишь в его присутствие отец ты свят Иисус ты велик я действительно вот когда я захожу в комнату одна мой муж очень хорошо знает не трогать меня когда я в молитве когда я захожу я для себя даже вот как-то вот себе рисую картину я у его престола я прихожу к престолу благодати через Иисуса Христа через Духа Святого он дал нам Духа Святого через которого мы имеем он он учит нас мне одна сестра сказала говорит тебя никто так не научит как Дух Святой мы приходим в его присутствие я могу иногда просто стоять Господь я не хочу ничего у тебя просить ты свят ты велик мой Бог ты сотворил небо ты сотворил землю в твоей руке вся вселенная но ты имеешь время для меня кто я перед тобой что ты меня учишь всему этому прославление как образ жизни а не как сиюминутное или получасовое раскачивание в воскресном служении вот о чем ты говоришь я не помню чтобы я действительно может быть когда была где в служении но это твоя личная жизнь это твое личное общение с Богом я об этом говорю славь его знаешь здесь еще очень важно подметить такую мысль потому что я встречаюсь с этим допустим в течение дня я молюсь постоянно я славлю Бога при любой возможности если я не на телефоне с клиентом если я сама в офисе у меня сразу идет молитва потому что вот этим я живу если бы не эти молитвы я бы не имела всего этого я бы не имела близости с ней но люди мне часто говорят я славлю Бога постоянно я согласна молиться постоянно непрестанно молитесь но мне пришла такая мысль мой отец приезжает к нам иногда в гости побывать там приезжает он неделю-две сколько получается у него и что я обратила внимание что когда у меня такой бизнес что я могу с дому работать и я могу дома работать по дому что-то делать и я общаюсь с отцом своим целый день он допустим что-то мне помогает мы с ним в постоянном общении но я обратила внимание когда в конце дня или середины дня я беру чашку кофе выхожу с ним на балкон и мы с ним начинаем общаться практически мы общались с ним целый день правда но когда я общаюсь с ним лично он мне такие вещи начинает открывать я выросла в его доме я знаю это мой отец я его знаю но когда я провожу с ним время лично он не открывает такие вещи которым я его никогда таким не знала он не открывает глубину себя он не начинает рассказывать он не начинает говорить может быть что-то то что в детстве мне нельзя было это сказать я была ребенок может быть в юности я бы его вообще не поняла но сейчас когда я в зрелом возрасте и провожу время со своим отцом он не открывает свою глубину может быть кто-то из детей мне скажет что а я не знаю этого да потому что может быть мы не все одинаково провели с ним время так же самое с отцом небесным мы можем в течение дня славить его на ходу на лету в машине где там на фривей о слава тебе но когда мы вот действительно как эта женщина говорит проведи 7 минут ты увидишь разницу своей жизни друзья мы в эфире с автором книги цена недосягаемой скалы Наталья Артик возведи меня на скалу для меня недосягаемо псалом 50 потрясающе потрясающе Наташа я читаю ну породу некоторой даже своей вовлеченности в медиа служение я читаю ряд книг бывают не моменты когда я просматриваю вот некоторые книги настолько попадают мне замудренные за умные что мне тяжело их читать хотя я имею некое образование светское но даже мне вот я их откладываю в сторону казалось бы и именитых авторов но тобой это пережито то есть здесь практика здесь твои переживания здесь твоя боль и здесь радости здесь твои общение с Богом вот это меня оно трогает меня потому что что человеку важно что человеку важно когда я слышу что кто-то где-то как-то имеет общение с Богом и и Господь ему дает свои какие-то откровения то есть Господь показывает какие-то изюминки взаимоотношения из них как этот ярко красивый изумруд в разных гранях такой переливающийся и с этой стороны и с этой мне настолько это вот моему духу настолько это по сердцу почему потому что потому что мы мы устроены так что 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 нас тянет нас пленит вот такие такого рода отношения вот глубина отношений с Богом это самое важное мы многое говорим мы много говорим о служении мы много говорим о финансах мы много говорим о каких-то взаимоотношениях но очень редко к нашему стыду и в служениях и даже где-то на медиа экранах каких-то мы очень мало говорим о тех моментах и процессах как углублять отношения с Богом, какая цена стоит за этим, что следует за тем, когда ты углубляешь отношения с Богом, как Господь вознаграждает, в каком виде Он это вознаграждает. Он не обязательно вознаграждает это в материальном виде. Есть другие эквиваленты стоимости того, как Бог вознаграждает человека за то, что ты ищешь его. Жаждешь его, любишь его. То есть о таких моментах мы и говорим. Наташа, продолжай. Чем больше мы его ищем, тем больше он открывается нам. Он хочет открываться нам. Мне очень жаль, мне очень жаль, но среди христианства мы очень много ставим Бога в рамки. Это правда, это факт, это реальность. И вот даже вот я ложусь спать, и я в себе думаю, Господь мне это откроет во сне. А-а, Он откроет так, как Он хочет, когда Он хочет. И вот когда я как бы вот рассматривала все это, я услышала такую историю, это очень давняя история, где-то когда-то она прозвучала по радио, но в этой истории было у матери ушел из дому сын. И она с дочкой молилась за него очень много лет. Говорят, там это где-то было около 30 лет. Ну, я не знаю точно, сама это я лично не слышала, но меня заинтересовало это. И около 30 лет они с дочкой каждый день молились за таза брата, таза сына, и никакого результата. Вот казалось бы, как будто Бог не слышит молитву, но Он слышит. И дочка пришла один раз домой и говорит, «Мам, мы столько лет молимся за моего брата, за твоего сына, и никакого ответа». Она говорит, может, нам стоит поменять нашу молитву? Может быть, что-то мы не так молимся, мы только вот кричим к Богу, плачем к Нему. И она говорит, давай будем славить Бога. И когда они вдвоем стали славить Бога, в течение где-то трех месяцев приблизительно такой вот, ну, сын вернулся домой, покаялся, стал служить Богу. Ну, какая разница? И когда я услышала эту историю, у меня просто сердце сжалось от боли. Представь, сколько людей. Опять-таки, я не говорю, что я не отменяю молитвы, я не отменяю посты, я просто говорю разницу. Может быть, нам нужно иногда изменить молитвы? Может быть, нам нужно по-другому молиться? Когда они 30 лет молились, и не было, казалось бы, никакого результата в течение трех месяцев прославления, поклонения Богу. Опять, это не о музыке, это не о том, что где-то на служениях. Это о том, личное твое общение с Богом. Сын возвращается домой. Представь себе, сколько сегодня матерей, сколько сегодня отцов, сколько сегодня жен, сколько сегодня мужей. Жены ушли, дети ушли из дому. Ведь это сила, в этом сила молитвы. И мне случай такой, как бы в тот момент, Дух Святой напомнил, это кому-то может понравиться, кому-то не понравится, но это true story. Это то, что я сама пережила и не придумала. В один день, я в одну ночь, я спала и проснулась, я почувствовала, что-то не так, что-то не то, вроде как кто-то в дом зашел, или что-то такое непонятное. И пока я могла сообразить, что что-то не так, я почувствовала сильное поражение на мое тело. И практически мое все тело было парализовано. Я не могла ничем ни пошевелить, ни руками, ни ногами. Я настолько была, как говорится, поражена чем-то, какой-то силой, которую я не видела, не слышала никого. Но я не могла в то же время и пошевелиться. И в тот момент я стала внутренность, дух, душа и тело. Три разные вещи, правильно? Душа-то живая, она же не умерла, даже если тело пораженное. Anyway, я стала взывать внутри себя к Богу и говорить, Господь, что это такое? Я призываю кровь Иисуса Христа, я призываю ограду Иисуса Христа, я призываю силу крови Иисуса Христа. К тому моменту я как бы уже была научена таким уже сильным молитвам. И внутри я услышала откровение, что дьявол пришел забрать душу одного человека, которого я знала. И причем этот человек был верующий. Это настолько было неожиданно, это настолько было шокировано. Я, как? И я сразу, естественно, моя внутренность стала молиться, взывать к Богу, Господь, сохрани эту душу. Я призываю кровь Иисуса Христа, я призываю силу крови Христа. Я очень, это была, это была, наверное, одна из сильнейших, это была конкретная борьба. Это была битва в духе. Это где-то там это была сильнейшая битва. И я понимала, что мои молитвы имели какую-то важность, но дьявол не сдавался. И для меня это было очень сильно шокирующе, почему я не могла победить. Я даже вспоминала места из Священного Писания, я их провозглашала в духе, но я не имела победу. И тогда я взмолилась к Богу, я просто возопила внутри себя, и говорю, Господь, почему не работает молитва? Для меня это было, и внутри я услышала, начинай славить Бога. Моя первая реакция была, как этот человек умрет? Если я сейчас перестану молиться, этот человек умрет, потому что молитвы не станет, заступнической молитвы не станет. Но у меня выбора не было. И я стала славить Бога. И уже позже я получила откровение, есть такое место в Библии, что Отец знает нашу нужду наперед, прежде чем мы начинаем молиться, то есть, что Господь не знает. Прежде нашего прошения. Прежде нашего прошения. Что Господь не знает, знает. Но когда я стала славить Бога, постепенно, постепенно, постепенно эти демонические силы стали оставлять. И моя первая реакция была, я хотела узнать, этот человек живой или нет. Это было среди ночи. И мне внутри просто Дух Святой заверил, ложись и спокойно спи. Все нормально с этой душой. Конечно, я была очень сильно физически, так сказать, побита. это была страшная битва. Наташа, однажды к этому слову, однажды я такого рода борение я переживал. Мне очень знакомо это состояние, эта атмосфера. Ну, это было с 10 часов вечера практически до 8 часов утра. До 8 часов. И у меня рубашка, ее можно было выкручивать, как будто меня окатили не стаканом воды, как будто на меня вылили не уши от воды, а целое, не ведро воды. Я настолько был мокрый. Это было сильно духовная битва, потому что это состояние знакомо. Вот те из вас, друзья, те из служителей, которые проходят такого рода борьбу, борьбу, битву и, откровенно говоря, сражение, то есть прекрасно знают, о чем мы говорим, о тех духовных вещах и сферах, в которых, находясь, мы как духовные люди, крещенные Духом Святым, мы имеем большой авторитет. Наташа, мне говорят, две минуты осталось. Представляешь? Очень быстро. Когда наутро я связалась с этим человеком, действительно, была живая душа, и я рассказала, что случилось с того момента, жизнь этого человека изменилась в корне. Прославление. Славьте Бога. Славьте Бога. Это есть сила. Опять-таки, я не отменяю молитвы, я не отменяю посты, но когда мы славим Бога, Он слушает нас. И представь себе, если, допустим, мы приходим и постоянно плачем, постоянно кричим, я в церкви выросла, мы научены, что чем сильнее человек плачет и кричит до Бога, тем он духовней. Давайте славить Бога. Мы намного больше получим ответов в нашей жизни в прославлении, в поклонении, в соединении с Ним. Он будет открывать нам тайны Царства Небесного. Жив Господь. Наташа, мы будем продолжать следующий эфир с тобой. Наталья Черныш, Артик, это девичья фамилия Черныш. Родилась в маленьком городе на востоке Украины в семье глубоко верующих родителей. В начале 90-х вслед за родными эмигрировала в США. Сейчас вместе с мужем живет в штате Теннесси, активно занимается благотворительной деятельностью. Книга «Цена недосягаемой скалы» первый литературный опыт Натальи. Но это благословенный опыт. В ней она старалась быть откровенной и честной перед собой и читательным, рассказывая о своем опыте познания Бога. Путь этот, надо сказать, довольно непростой. Были и падения, и сомнения, и попытки сопротивляться Божьей воле. Было и исцеление от смертельной болезни. Друзья, с нами был автор этой книги. И спасибо, что вы были с нами. Наташа, спасибо тебе. Слава Богу. Бог да благослови. Аминь. Наша встреча не последняя. Первая тысяча, которая позвонит из вас, вы получите за любое ваше пожертвование. Это будет благословением для вас. Цена недосягаемой скалы. Помните, Иисус Христос любит вас. Бог да благослови вас. Мы так же любим вас. Оставайтесь с нами на импакте. И будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова